на словах то это очень красиво звучит и что за комната на ключе то есть вы обещаете просто само мышление немного мне удивило а почему здесь прохладно пожалуйста если у вас есть возможность я всем привет ассалам алейкум город аж мы опять у вас гостях изучаем ваш рынок и многие в комментариях писали бахтяр узнаю про ту строительную компанию про ту строительную компанию которую очень много вкладывает в маркетинг в рекламу и вы знаете их только по рекламе я нашел одну строительную компанию которую не сумма не вкладывают в рекламу но у них продажи идут и у них есть объект который они уже сдали в эксплуатацию в которой они еще строят сегодня я с вами познакомлю снова строительная компания ну для вас она уже давно на рынке и что мне очень сильно зацепило в этой строительной компании они не тратятся на рекламу и у них строители советских времен то есть советской закалки мы сейчас находимся с вами в районе арта азия это улица ави цена это у нас получается отель сил квей и они находятся как вы думали в самом отеле сил квей пойдемте знакомиться давайте знакомиться вот и есть человек который позвал меня сюда показать сам алейкум да таймураз вы являетесь сразу чтобы я являюсь представителем осо город строим и это ваш офис временный офис только развивающаяся компания ну я как знаю нету не реклам маркетинга вообще нету только строитесь только строимся именно на маркетинге денег не выделяем как вы заметили у нас по городу даже ни одного баннера да я вас и случайно узнал из честно у нас только страницы инстаграме и фейсбук туда вы таргет не делаете просто таргета ничего не делаем просто просто страница как и все ну просто так хорошо но история такая что почему я пришел сюда я бы немного изучил вас у вас отец строитель он еще советском союзе делал очень много построек здесь ваши очень много построек сделал для него было звание заслуженный строитель еще современный ссср почему я пришел сюда мой интерес показать другим строительным компаниям что если основатель сам строитель школы ссср передает до этот опыт сейчас в нынешнее время это очень круто сейчас посмотрим какие стандарты чем вообще вы отличаетесь именно мне интересно по качеству стройки расскажи про отца какие постройки ваше он сделал чтобы жители аша знали там это здание знаете как именно про те стройки наверное которые уже построили расскажет наверное наш прораб потому что он долгое время работает с нами он тоже является хорошим строителем наш прораб тоже зовут мурат лаке то есть с отцом он тоже работал всех времен да совсем со всех времен он работал с отцом но ничего себе это очень круто почему мы здесь находимся здесь рядом как я помню участок ваш общая территория составляет около двух гектаров мы потихонечку начали застраиваться как вы сами видели построили пятиэтажный дом уже получили акт приемки в эксплуатацию сейчас вот данное время все документы наши находятся государственные учреждения кадастр чтобы именно получить технические паспорта на жилые квартиры по факту вы уже в эксплуатацию даете со следующей недели будем оформлять все договора о купле продажи давай немного поговорим об объекте где мы сейчас находимся получается эта территория какая вот вы где будет строиться территория в общее территория наша общая собственная получается мы находимся в городе уж по улице ави цена 11 9 на 2 гектара сколько вы хотите построить сделать как я понимаю один дом уже достроен вы его сдаете в эксплуатацию и продолжаете следующий дом сейчас мы пятиэтажный достроили сдали в эксплуатацию сейчас вот строим девятиэтажный дом два подъезда 9 этажей будет в общем будет 90 квартир на одном этаже по 10 квартир это 20 квартир на одном этаже а в общем по 5 мы еще планируем построить еще три блока по два подъезда тоже по 9 этажей так окей хорошо смотрите я немного проясню ситуацию значит мы сейчас находимся на территории где потихоньку идет застройка что вы понимали застройка будет идти 12 лет как я понимаю да вот я сейчас объясню что происходит 12 лет стройка некоторые строится по два года до там максимум три года здесь 12 лет будет идти стройка значит здесь на территории будет построена раз два три 4 5 5 блоков из них один уже достроился три года делали один объект и сейчас дает в эксплуатацию там уже живут люди и скоро получат они технический паспорт и договор купли-продажи потом после того как они достроили первый объект они строят второй объект тоже три года так каждый объект по три года то есть не спеша медленно но верно так почему такая тактика может из-за того что не хватает финансов быстро все дальше строится из-за чего финансов принципе у нас хватает всю эту стройку вести надо все норму учитывать те же как бы сказать высыхание бетона склеивание с арматурой чтобы бетон отвердел на 70 процентов она должна простоять 24 сутки мы все это соблюдаем иногда бывает у других строительных компаний там за 15 дней могут опаловки снять у нас нету такого у нас получается все строители еще со времен ссср они все-таки держат ту норму которую там сами учили учились в то время те времена и они по нынешним даже нормам стараются соблюдать вот из-за этого у нас получается качественная стройка в зимнее время мы сразу приостанавливаем все строительные работы зимой вы останавливаете стройку когда другие строятся почему мы можем сказать всякие добавки добавить именно бетон тем же электричеством там но это получается как бы не доверяем этой системе и как бы именно холода зиме мы приостанавливаем все работы вы приостанавливаете на сколько на три месяца что ли на три месяца вы не работаете а люди которые покупают они не жалуются люди не жалуются они наоборот с нас требует именно качество то есть они готовы сдать три года пока не спеша вы достроитесь да ну ребят я впервые сталкиваюсь таким явлением что настройку зимой замораживают на три месяца другие строительные компании даже зимой работают помните выпуск где говорил генеральный директор что они тенами закрывает там электричеством греет разжигает бочки чтобы было тепло а здесь технология абсолютно другая в общем не спеша от три года одно построили идем дальше по документам ваше я ни разу не встречал зеленой книги наверняка здесь такая ситуация территория полностью на красной книги частная собственность получаете наши застраиваемся не по зеленой книги вся территория частной собственно можно будет документы все документы да 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 желательно сразу в оригинале все но ребят вот почему я хотел показать вам за эту строительную компанию просто само мышление немного мне удивило у них есть возможность это вся территория их и они могут застраиваться и 5 блоков параллельно но 12 лет будет идти стройка вы просто представлять 12 лет стройкой и те люди которые заедут конечно мне есть вопрос те люди которые сейчас заедут не будет ли мешать стройка которую проходит там через дорогу да там во дворе этот момент мы уточним смотрите ребят и по от уже готова заранее изыскание грунта а еще раз напомню что ваше немного грунт разный то что некоторые из-за того что грунт слабый не делают фундамент свои то есть это такие вот штыри несколько штырей но это все делается расчетно ставится на такие вот и штыри и дом а есть и ленточная это если хорошая почта твердая почва и это делает изыскание то есть почвы определенные эксперты проходят изучает почву и говорят здесь можно строить здесь нужно ставить усиленный фундамент здесь нужно такой простой обычный который как все привыкли у нас в бишкеке надо вот это тоже понимать так мне вот нужна общая площадь пятиэтажного дома где вы сами видите территория пятиэтажного дома где мы уже сдали эксплуатацию рядом уже стройка девятиэтажный то есть вот территория вот ваша территория территорию общую еще вам покажу вы здесь идет да ну как вы видите все рассмотрели все органы сектор согласования проектов архитектуры нашей тоже архитектура и тут государственная экспертиза здесь планировки нашего дома и давайте вам уже остальные документы покажу свидетельство о регистрации регистрации именно у сова гарант строй лтд мы получили юстиции вот красная книга нашего пятиэтажного дома у каждой дом стоит на разные книги или как ну сейчас мы именно где вот строим девятиэтажный дом мы сейчас далее государственное учреждение кадастр там у нас было 22 госакта мы отдали виднее на объединение а где стоит пятиэтажный там она на отдельно ну так окей как вы видите тут жилое земли населенных пунктов целевое назначение это получается земли населенных пунктов когда говор о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома ну это в дальнейшем мы переведем вот эту землю жильцам это наша лицензия на вот это лицензия лицензия второго уровня лицензия второго уровня то есть вам можно строиться до двенадцатого этажа да а у вас до девятого этажа у нас сейчас мы мы вообще планируем все наши блоки строить только до 9 до 9 окей хорошо здесь вопросов нету дальше разрешение вообще на строительство это раньше было разрешение отдельно сейчас сейчас мы просто проходим государственную экспертизу а это все это я это является как бы сказать основанием на строительство все правильно до заключение государственной экспертизы то что мы прошли нам дали заключение это на пятый этаж да это на пяти должны все то есть на каждый объект на каждый объект свой год по отдельности все хорошо так опять-таки напоминаю что здесь вот смотреть надо последнюю страницу где будет замечание от ребят смотрите ребят здесь вот нету замечаний никаких значит здесь все строится по норму по всем да потому что я многие строительные компании ваше если у кого есть госэкспертиза обязательно в конце там есть какое-то замечание водопроводом договориться газофикацию провести договориться то есть вот эти моменты здесь проблем нету так идем дальше лана и пату надо было заранее речь спросить но не суть и пату у нас есть да самое главное есть и ту мы посмотрим с вами какие у нас будут коммуникации давайте почитаем ошске и теста центральная центральная то есть туда хватает мощности мощности хватает так как мы находимся ближе к теплоэнерго централе получается вот из-за этого мощности хватает и нам дали тех условий на подключение ваша проблема если дождь идет то в кране дома становится мутная вода потому что у вас резервуара открытого типа здесь какая ситуация потому что многие строительные компании делают большой запас или как цистерны копят туда в воду и потом если такой коллапс то они дают чистую воду какая здесь ситуация здесь у нас ситуация получается так такая город наш вообще воду берут с двух мест с двух мест это получается окраина города уж местность называется узгур часть населения берет воду оттуда именно наша часть в район хбк называется это мы берем сбор с башпулака у нас таких проблем нету тут еще разобираться надо башпулак она местность получать равнинная местность и оттуда вами мы берем именно воду то есть здесь как бы проблем с мутной водой нету здесь абсолютно да уважаем зрителей я не местный напишите правда ли неправда потому что я только могу вам доверять и напишите на самом деле так не так потому что я в этих делах только сейчас понял я знал что многие жалуются что если дождь идет здесь постоянно проблема с водой да мне сейчас оказывается сказать что есть два резервуара или у всех разная ситуация окей значит с этим разобрались и теперь архитектурным планировочные тут а мы максимуму что мы можем чтобы я хотел посмотреть это вот самого посадку дома ну принцы здесь проблеме потому что все вот это красная книга вот смотрите красная линия и красная линия отступу очень хороший потому что некоторые строительникам и прям впритык делают а вот смотрите здесь можно разбежаться да и вот тут до дороги получается красный что многие не переживают за дорогу вот она планировка сверху между соседями очень важно шумоизоляция какая будет пенопластовая шумоизоляция толщиной в 15 сантиметров пенопласт прокладываем именно межквартирных шумоизоляция подожди смысле 15 сантиметров пенопласт 15 сантиметров пенопласт вы ставите вот кирпич пенопласт 15 сантиметров и кирпич кирпич пенопласт что в межквартирные шумоизоляция были были хорошие так не это не общая стенка 15 сантиметров получается кладка до 10 сантиметров 10 сантиметров тоже нормально 10 сантиметров вот такая а мы глянуть можем есть место где глянуть на словах то это очень красиво звучит пенопласт сам как продукт не сильно задерживает звук вот такие я видел за основном а 10 сантиметров тут уже даже пол я не видел воздушные прослойки 10 сантиметров а тут 10 сантиметров вы еще и туда бровь у нас это пенопласт точно сейчас сказать пока у на словах как вы видели строим часть 9 тоже во время кладки наверное еще вашей будет можем заехать я давайте так давайте так хорошо когда вы будет кладка примерно вот у вас ориентир есть июнь июня уважаемые подписчики города оши зрители города оши пожалуйста если у вас есть возможность если вы где-то здесь рядом живете в июне в июле приедете пожалуйста посмотрите между кладками просто я сколько езжу на строительные объекты ни разу не видел что прослойку 10 сантиметров оставляли но здесь говорят прям убедительно говоря что здесь 10 сантиметров ставят прослойку и еще и туда ставят пенопласт 10 сантиметров ну короче ладно это надо просто проверять так по квартирам здесь у нас уже все продано пятиэтажный дом сколько квартир в общем получилось в общем 10 однокомнатных 10 двухкомнатных и 10 3 по документам у меня принципе вопросов нету значит мы посмотрели с вами красную книгу мы посмотрели с вами лицензию на строительство мы с вами посмотрели и пуату и самое главное мы с вами госэкспертизу где у вас нету нареканий есть может быть еще какие-то документы которые ходите мне показать есть еще один такой последний такой документ акт оценки соответствия вводим его в эксплуатацию совершил его вот этот акт получается как подпишут вам то есть уже можно будет сдавать в эксплуатации или как тюра вот это сама как проходит мы проходим государственную экспертизу потом идем государственное учреждение кадастр там мы получаем именно такой технический паспорт это называется общий подлинник с общим подлинником мы идем в эко тех инспекцию шли сейчас их расформировали получается потом берем в эко тех инспекции акт ввода потом обратно идем в кадастр и нам этот общий подлинник разбивает на 30 паспорт вот я понял и получается каждый человек получит технический паспорт после этого и этот же общий подлинник тех паспорта нам обратно же выйдут почему потому что мы на собственность жильцов все квартиры все 30 квартир переведем мы им даем общий подлинник паспорта они могут между собой переговорить и могут тоже делать или же жек могут организовать именно жильцы у каждого дома может быть свой получается тсж до они как хотят они они хотят так и могут распоряжать ребят я вот этот документ вижу первый раз это полностью пишет за коридоры кухни поэтажный план это поэтажный план да там же бывает у кого-то планировка разная да еще что-то и даже тоже учитывается здесь сейчас идет стройка на что идет сейчас мы строим девятиэтажный жилой дом мы сейчас на стадии 4 значит там тоже документы должны быть можно будет документы того покажем документы на 9-этажный дом так вот строительство 9-этажного жилого дома государственная экспертиза положительный так здесь заключение государственной экспертизы соответственно нормативным техническим требованиям здесь и нареканий я не вижу но я этот красной книги не увидел книгу мы сейчас сдали государственное учреждение вот то что вы объединяете что мы земельного участка объединяется в один большую то есть две красной книги в одну красную книгу но перед тем как это обвинять вот получается здесь две книги или 10 на книге здесь одна в данное время можем вам только копию сейчас предоставить сами видите подшита это уже о чем-то говорит то что у нас затимеется кусок а год где земля находит земля пятиэтажного да вот земля девятиэтажно да а почему вы объединяете с кем вы сейчас вот эти вот три земли объединяем вот это вот территория полностью вот эта территория получается наши солдат вы когда-то и вы купили и просто разные идентификационные номера разные идентификационные номера были мы сейчас тоже вот проектируем дома для проектирования нам надо будет все три госакта объединить в одну так вот из-за этого мы сдали кадастр чтобы нам объединили все наши три участка в один документ сами видите вот архитектурно-планировочные условия тоже получили уже 2020 году не вот сейчас я не договорилась вот здесь вот здесь получается я к тому чтобы зрителям понятно было почему вы говорите там что вы сейчас объединяете а я вижу один документ красной книги получается девять этажей сейчас который строится строится на вот этом не выходя за границу вы хотите объединить вот это и вот это что в дальнейшем вам по-любому надо вот это и вот это объединять в один то есть это можно делать в процессе потому что вы же не нарушаете здесь я так понимаю или как сейчас как бы сказать все разрешительные документы получая на девятиэтажный дом у нас был один госакт сейчас так как мы уже прошли государственную экспертизу и на сейчас планируем другие дома на нашей территории нужно объединить все госакты в один это про обязательство это обязательно а почему вот этот не объединят этот мы уже сдали в эксплуатацию получается и мы уже должны передать собственность шлица а здесь пока есть время здесь пока у нас есть время пока мы только застраиваемся до конца этой этого дома мы можем и остальные проекты реализовать понятно пока других объектов нету если разрешительных документов нет когда будете строить но это уже со временем то есть сейчас ничего нету да сейчас ничего нету и еще я хотел спросить вот здесь будет пятиэтажный здесь девятиэтажный а еще какие потом мы планируем п-образный 9-этажный он объединенный будет нет или будет состоять из трех блоков по два подъезда процессе получается такой маленький микрорайон до свой этот свой маленький микрорайон будет мы его назвали общий комплекс уж сети в будущем и вообще хотим чтобы именно этот микрорайончик был такой весь огороженный со своей территории со своей площадкой детской все удобства сколько в общем вы жители на этой территории как говорит уж сети или 330 квартир ну тут не одна детская площадка будет сейчас мы здесь вот запланировали детскую площадку территория детской площадки 8 на 18 метров и еще у нас будет закрытая детская площадка на первом этаже жилого дома 330 квартир сколько будет рассчитано парковки в каждом блоке будут подземные паркинги и хватки у нас не будет то есть вы обещаете на каждую квартиру по одной стоянке ну это с гостевыми будет но бахтар получается барбок терлер бизнес декоменчикте что и требовалось доказать государственным актом отчастной собственности жилое жилое все я увидел все документы которые мне нужны были единственное что это не в оригинале то что вы их объединяйте в один государственный акт окей пока здесь нарушение я вообще не увидел никаких если я что-то проглядел ребята напишите в комментариях чтобы не было это прям идеально но по факту получилось так что не к чему продраться даже у него мне очень понравился в папках все документы если потому что у некогда средней компании какого-то документа нету но я имею ввиду в городе уж да или того нету или там на проверке еще здесь все документы фактически есть на которую идет стройка а на которых еще нет стройки там они параллельно делают объединение окей так мы сейчас находимся в пятиэтажном доме который уже достроенный так как он скоро сдаст в эксплуатацию люди уже заехали да и сделали уже ремонт сейчас у нас есть возможность сразу же побывать у человека и взять у него отзыв но пока конечно неполноценный отзыв через лет пять можно уже брать и он скажет конкретный плюс и минус сейчас посмотрим на первых эмоциях что он может сказать какие плюсы и минусы этого объекта и таймур раз хотел узнать смотри это у нас как я понимаю пока черновая получается пока все закончат ремонт заселиться мы конечно сделаем еще один косметический ремонт именно в подъезде саламу алейкум еще раз так давайте знакомиться бахтяр ну лук рассказывайте давно взяли почему у них взяли так начнем знакомиться с комнатами с планировкой так мы находимся сейчас значит это у нас кухня как я понимаю я думал здесь балкон было по проекту здесь же ничего нельзя сносить и видимо как есть здесь все так дальше у нас такой балкон и дальше следующая комната у нас зал да у нас это коридорчик у нас и у нас вот такой вот зал таймур раз мне такой вопрос во многих строительных компаний во многих планировках есть несущие стены и они торчат это прям проблем ну то есть для меня как потребитель эта проблема вот я бы хотел чтобы стенки были ровные чтобы нигде не было вот этих колонн которые нужно обыграть здесь есть эти колонки ну давайте наверное собственник сам расскажет это как так как его собственность уже вот здесь я еще ни одной не вижу ни одной колонны вот вот только вот здесь вот я увидел вот эта колонна который вот вот здесь вот да вот вот такая вот в других пока не увидел ого ого колонна была да вот это вот здесь она получается да и вы его так обыграли это единственная колонна или есть еще единственно да ладно вы чё ребят серьезно я наверно нашел ту строительную компанию потому что я постоянно говорю про эти колонны и все строители говорят что это невозможно это в ущерб нам и мы будем переплачивать зачем съедать как его квадратный метр за которую должен клиент заплатить вот ребят учитесь так ну такое ощущение прикольно а почему здесь прохладно все хорошо ванная комната прикольно отдельно да у вас ну просторно просторно и что за комната на ключе секретно от детей прячетесь а вот такая вот а вот это 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 выемка или это что такое а или это вы сами сделали борюсь с этим а тут ребята сами сделали ну чтобы здесь получается стала кровать да красиво то есть это балкон в эту сторону правильно на улицу 100 квадратный метр когда вы брали почему брали как квадратный метр а вот там балкон очень шикарный был взгляд можно да это первый балкон он получил витражный или вы его закрыли по проекту он не закрывается да мы сейчас требуем только одного если закрывать то только по соглашению с нами дизайн чтобы не портить и чтобы не было ну грубо говоря мультфильма снаружи все я понял хорошо единственное что у вас нету ячеек да один единственный минус наш 9-этажном доме все рассмотрим то есть ячейки будут это было бы хорошо потому что же сами понимаете сколько труда в этом отдаете все такое единственный момент вы не просчитывайте потому что это по карману возможно бьет вот эти ячейки стать но это общий вид портит это как прыщи влазит по лицу где вот где захотел честно но вы этот минус устраните да мы девять этажный дом которым строим все ячейки на месте все хорошо здесь где чем рахмат мраз человек например захотел купить но он приходит у вас я хочу сейчас уже жить у вас есть что не предложить вас сейчас именно вот в этом 5-этажном доме есть одна квартира трехкомнатная 99 метров а почему продаете то есть не 500 сейчас нет не 500 450 но ребят кому понравилось тут можете приобрести уже в готовом и заезжать сюда уже жить с техническим паспортом из купли-продажи вы получаете главный прораб всей этой территории мне рассказали у вас советская школа советское время тоже строили разные объекты это мы облздрав строили двухэтажные потом уж 3000 телестудия построили потом технологический университет 5 этажные а кем вы там были когда вот там строили советское время начальником участки значит у вас опыт очень большой я с этим уже не сомневаюсь скажите пожалуйста вот мне такой вопрос смотрите все строительные компании которые вокруг вас находятся они строятся зимой и летом вот без разницы почему вы замораживать это же не выгодно финансово первую очередь у нас название организации просто грант строй мы даже гарантировать строительство зимнее время иногда бывает больше 10 минус влияет на качество строительной монтажной работы особенно бетон потому что открытие местности открытие должен попадает снег попадает и у нас не можем гарантировать качество товарного бетона вы по старинке лишний раз не рискуете момент такого сейчас я был в достроенном до достроенной квартире в трешке 99 квадратных метров там а нету таких выемок в других строительных компаний проблема они сдают людям с вот такими выемками вот эту выемку они оставляют клиенту говорят но это несущая стена мы ничего не можем с ней сделать а у вас здесь я не увидел вот таких углов у вас все вот как советское время чистые углы ровные это почему у нас не в 3 местах привыкли наружная стена у нас по климатическим районом должен быть 400 миллиметров мы как положено сделали 400 миллиметров между квартирные и наружная стена полтора кирпича это 38 сантиметров плюс а штукатурка это 40 сантиметров полностью закрывает колонны мы старались чтобы колонны не стали середине квартире и к краям старались чтобы закрыты был как положено чтобы объяснить зрителям я хочу вот смотрите получается допустим здесь допустим кухня здесь допустим зал вот стенка который разделяет строительные компании другие как делать они берут пол кирпича вот так кладут а вот это выемка остается вот например в зале а вы как делаете вы вот здесь как мне сказали да вы здесь кирпич кладете да а вот здесь кирпич кладете то есть вы сравниваете а вот здесь пустоту чё сделать с пустотой 6 сантиметров остается здесь 15 сантиметров 15 6 сантиметров 6 это утюпитель пенопластом закрываем на 6 они 10 6 здесь а есть здесь между квартирными там весь станет 2 пенопласт подождите а межкомнатные же комнатные это есть и так и так не межкомнатные вы делаете кирпич 6 пенопласт кирпич между квартирами подъездов вот там есть вообще уже сумасшедшие что вы между комнатами тоже утепляет это шумоизоляцию делаете да да и здесь кирпич да вы сумасшедшие окей уважаемые строительные компании я нашел вот вы говорите невозможно пенопласт не такой дорогой продукт даже между комнатами ребят между комнатами вы говорите что это нереально ребят но листно вот моя претензия потому что накипела нужно все строительные компании говорят абсолютно все строительный ком Celsius топовые и не топовые безразницы всего это невозможно бахтяр не придирайся к этим стенкам вот я нашел и всем это доказать но я доволен я доволен скажите вот между соседями верхние этажи какой-нибудь шумоизоляции какая-нибудь есть первый этаж берем от подвалного помещения сделай крандит потом сделали сетки и заливали стяжку советское время выстроились сейчас вы видите стройку наверняка вы уходите на другие стройки какая вот глобальная ошибка нынешних строителей вот вы видите думаете блин у я бы так никогда не сделал мы которые заливаем колонны должны быть 5-7 дней стоять чтобы колонны вот это нормально стыковался с бетоном нижнего этажа и армия нормально пошла по проекту и три организации там следующий день снимает опалу 1-2 дня для этого они один месяц строит 3-4 это невозможно потому что нарушение получается проекта черно-белое написано после достижения бетонной конструкции изделий после даже 70 процентов мы должны снимать не суши опалу и потому что здесь везде ригеля вот эта манада перекрыта не суши и 70 процента минимум 20-24 30 дней даже не стоять потому что арматура с бетоном нормально схватывается схватывается если поража не будет снимать на схватки не будет не ну тут смотрите тут такая двоякая тема сейчас же как бы технологии уже шагнули вперед тоже делает добавки антифриз добавляем и сейчас она как бы работает как вы к этому относитесь антифриз действует на три часа они тоже говорят на три часа вот это смотрите для этого закрывается вокруг полетерной пленкой огонь раньше были у нас электрические нагревательные приборы вот с этим пользовались хошмар была туда-сюда там апельки высыпали но вы не пользуетесь такое мы не пользуемся потому что у нас на один этаж уходит около 30-40 тонн арматура вот например в этот этаж мы 38 кубов на колонны принимаем товарный бетон 200 кубов на монолитное перекрытие а то за что заливку качан был до 100 тонн качан чечесии качан стройка башдал 100 кубов обычно для долина с розы можно да заливка бетона 1 айдан кий не права ханды для 10 айдан кий им апа алкоголару бусаммс согласно технических процесса у нас бизды 80 процент наших процессов не матчались кризис крики али рабочих jog вообще У меня есть небольшое стадо. И у нас уже не было. Мы не продавим это. Мы не будем приедем это. Если у вас есть клад, то мы не можем. Мы остаемся в первой этаже. Мы заходим в первую очередь. Я поделюсь в институт. В первую очередь, переделюсь в институт. Мы заходим. Ну как вы, теперь пришли? Я на 63. И где опыт? Я был стаж. Устроитель. Устроитель. Устроитель? нормально нормально баке сидит бяхта главный проработок себе лицензия ворота инженер-строитель по строительному монтажным работам беседу на ташкаре она технадзор так уважаемые зрители наверняка для вас не но маленький шок но просто находясь здесь городе уши я потихоньку начинаю вместе с вами по вашей просьбе говорить на родном языке хотя для меня это непривычно все всю жизнь я говорил только на русском думаю на русском вокруг окружения у меня все говорят на русском но это не оправдание ребят просто кайфуйте получать удовольствие мои сетевка от качества специалист по строительным монтажным работам срок до января до 4 года это у нас дипломы вот это не каждому выписывается потом после мы должны за 10 лет или за 5 лет какие объекты строили после этого мы отдаем все документы госстандарт они отправляют бишкейк и они проверяют где какие строительные организации что строили после этого согласно знаний согласно дипломов производственные отношения сколько лет работал после этого они или дает сетевка ты или нет так ребят чтобы еще раз убедиться на всякий случай вот мы нашли эту квартиру который под послой сейчас посмотрим без ремонта как выглядят те самые ригеля да ведь вот один ригель да есть которая у входа с этой стороны нет идем сюда вот один ригель это в кухне здесь будет кухонная гарнитура ладно окей пусть будет 12 считаем следующее это зал вот огромный зал и нету до ригелей там соседом и еще что-то здесь нет идем дальше здесь отмету ригелей нету нету чем плюс советских домов панельных 104 105 вот там ровные стен вот мне такое ощущение как будто я в 104 105 серии там 106 здесь нет ригелей и вот третий ригель ригель да который там мы видели что обыграли детской полочкой до 3 ригеля он ну просто сами сделайте вывод что вам было бы легче сделать для ремонта либо вот такие обыгрывать 10 тысяч раз это конечно ваш выбор но лично для меня вот эти все стрелись строились бы вот так это было круто еще прора помните да сказал что они между комнатами еще утепляет здесь стоит кирпич утепление еще кирпич то есть два кирпича не стоит здесь у нас получается кирпич десятка и кирпич десятка пенопласта и еще кирпич врачи мне кажется они чуть-чуть сумасшедшие так продолжаем дальше с этими ригелями что давайте изучим все остальные комнаты так однокомнатная квартира так смотрите однокомнатная квартира это у нас коридор туалет кухня вот один ригель ну минимально дальше здесь у нас зал смотрите ребят ну и вот может быть ну здесь может быть шкаф стоит сейчас надо еще посмотреть посмотреть двух комнат так но допустим здесь одна дальше у нас здесь кухня но мы ее уже видели такая же почти как и тройка да у вас одинаково почти смотрите нету 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 так если у нас видимо от туалет души отдельно да и вот одна то есть два а я знаю сейчас одна комната 1 ригеля 2 комната 2 ригеля вот таких незначительные и 3 комната 3 ригеля я думаю это это лучше чем другие варианты которые я видел лично я на моем опыте напишите в комментариях может быть я не прав ну мне такие планировки больше по душе знаете что я заметил по дизайну вас окна открывается странно вот вот так вот не до конца и вот вот это все равно будет спальня окна на распашку все равно не будет не до открывать за это форточный вид а а почему в эту сторону снаружи имеется да можно же было внизу вверх вот так вот там или вот вот так почему не оставили это просто для дизайна но для меня например это еще и безопасно то что дети не могут свалиться с точки зрения безопасности тоже хорошо ну вот друзья мы посмотрели все планировки напишите пожалуйста в комментариях как вам такие планировки что вам понравился что нет чтобы было бы хорошо какие моменты улучшить да уважаемые зрители вот вы сейчас только познакомиться одной неизвестной строительной компании которую как-то существует на рынке и у них есть свои клиенты они не парятся насчет рекламы поищите у себя на рынке такие строительные компании которых есть свое видение в строительстве которые придерживаются этим стандартам и продолжают строить я думаю на этом все я надеюсь что это еще не последний выпуск с города уж возможно в будущем мы поедем и к вам друзья джалабад другие города где идет строительство давайте изучать и поднимать качество стройки других городах тоже для многих бешкетских компаний наверняка сегодняшнее видео тоже даст какую-то мотивацию либо какие-то технические инженерные решения вместе с вами мы будем стараться выяснять кто же на рынке на самом-то деле без вот этой вот рекламы топ номер один кто по факту является хорошим строителем на рынке давайте вместе с вами это делать уважаем зрители подписывайся на канал ставь лайки балалайки ставь колокольчик чтобы не пропустить следующий выпуск так как мы с вами вместе выбираем безопасное качественное жилье для нашего будущего